Шесть соток в садоводстве Ясная Поляна семья Пауль приобрела 9 лет назад. До этого супруги владели большим участком земли, но решили лучше-меньше, но уютнее и с душой. В первый год высадили все основные овощные культуры, а потом начали экспериментировать. Обрывая пасынки у помидоров, Наталья Савельевна заметила, что если отросток воткнуть в землю, то он прорастает, а после еще и плодоносить начинает. Но пасынки, когда подвязываешь, они начинают усиленно расти. И по этой причине я их все сразу, вот эти первые оборванные, не сажу, потому что будет лес. Мне нужно оборвать еще листья. А когда листья вот эти обрываешь, эти продувает помидоры, им хорошо. И эти мне мешают, и сами растут самостоятельно. Нашлось место на участке и экзотическим культурам. Гордость семьи – большие и сладкие арбузы. Высаживают их еще весной, а вот урожай собирают все летние месяцы. Секрет обильного и крупного приплода также в отсутствии пасынков. Вот даже когда первые арбузы мы купили, огонек они назывались. Сейчас, конечно, уже не знаю, что с этого огонька получилось. Там было написано килограмм, полтора килограмма. Но я придумала отрывать пасынки, как у огурцов. И у нас первые арбузы выросли четыре с половиной, четыре триста. Вот эти, что были написаны килограмм, полтора килограмма, они вот такие большие. Наталья Пауль не пользуется никакими химическими препаратами и средствами защиты от насекомых. Вредителей с растений смывает мыльной водой, а в землю только зола и органические удобрения. Деревянные грядки заменили на шиферные. Покупают пластинами размером 40 на 170 сантиметров. Секретами богатого урожая опытные дачники делятся со своими соседями. Поэтому в садоводстве с каждым годом все больше участков, где снимают по два урожая за год. Наталья Зарубина, Антон Бархатов. Местное время.